Девушки отдыхают Я давно хотел записать выпуск про то, как я до них все был готов Но на самом деле я давно хотел записать выпуск про то, как писать на струнную группу И сегодня меня осенило Для того, чтобы это сделать, мы просто проедем в два очень важных для меня в Петербурге места Мы проехали с вами мимо Пироговской набережной Мимо здания, в котором на протяжении четверти века работал такой человек, как Александр Бородин Для всех из вас я думаю, что он человек, который написал «Князь Игорь» и вот это Но для меня Бородин — это человек, который поднял на другой, абсолютно новый уровень жанра струнного квартета Мы сегодня поговорим о струнном квартете номер два Что придумал Бородин? Когда мы говорим о какой-то музыкальной структуре, мы понимаем, что у нас должен быть бас, должна быть басовая функция, должна быть ритмическая функция и должна быть мелодическая функция Бородин взглянул на струнный квартет таким образом, что он прекрасно понимал, что в этом составе есть два сильных ярких инструмента Это скрипка и виолончель К сожалению, альт из этой канвы выпадает Весь этот квартет просто пронизан тем, что основная мелодия проводится сначала у виолончели Фактически без баса это звучит очень воздушно Часто виолончель звучит выше и второй скрипки, и альта тем более И потом, когда появляется басовая функция, и та же самая прекрасная мелодия звучит у первой скрипки Это просто фантастически И если взглянуть на весь квартет номер два целиком Его проанализировать, то вы увидите, что Бородин почти не дает Сольных партий ни второй скрипки, ни альту Все время солирует первая скрипка виолончели, первая скрипка виолончели Только в разработке даются небольшие фрагменты мелодии второй скрипки и альту Но все равно основные проведения темы всегда у первой скрипки и виолончели И вот это его находка про то, что виолончель очень сильный сольный инструмент И мы можем спокойно убрать басовую функцию и сделать звучание квартета более воздушным Это, конечно, его фантастическая находка Особенно ярко это видно в третьей части, в Ноктюрне, когда в конце мелодия проводится каноном Между виолончели и первой скрипкой То есть обычно они ее проводили по очереди, а здесь они ее проводят буквально каноном С шагом, по-моему, в одну четверть И это, конечно, удивительной красоты музыка И в этом плане Бородин действительно новатор в таком жанре, как струнный квартет Когда мы говорим об инструментовке, либо об аранжировке на какой-то конкретный состав Мы должны знать возможности всех инструментов И начнем с такой простой штуки, как диапазон Для многих это большая проблема Чтобы запомнить диапазон струнных смычковых инструментов, мы включим простую логику Смотрите, берем скрипку Открытые струны скрипки строятся по чистым квинтам Если идти снизу вверх, то это соль малой октавы, ре первой, ля первой, ми второй И мы должны понимать, что на одной струне скрипач базово может сыграть полторы октавы вверх Поэтому мы от ми второй октавы еще накидываем полторы октавы и получаем от соль третьей до четвертой Это вполне себе еще рабочий диапазон Что с альтом? Альт на чистую квинту ниже скрипки То есть его открытые струны это до малой, соль малой, ре первой и ля первой Так как альт в этом составе самый слабый инструмент, мы не будем очень высоко залезать наверх И мы от ля первой октавы возьмем чуть больше октавы наверх диапазона до ноты до третьей октавы С альтом у нас одна неприятная особенность, если говорить именно о его нотации Он натирется в альтовом ключе, этот ключ выглядит вот так Для чего придуман этот ключ? Для того, чтобы весь диапазон альта, основной рабочий, умещался с первой добавочной внизу до каких-то добавочных наверху И если этого диапазона не хватает, тут мы спокойно переходим в ключ, конечно же, скрипичный Очень легко запомнить, как работать с этими ключами В середине этого ключа находится нота до первой октавы Вот и все И виолончель Виолончель ровно на октаву ниже альта Соответственно, нижняя нота виолончели это до большой октавы И четыре струны до большой, соль большой, ре малой, ля малой И от ля малой мы спокойно берем полторы-две октавы наверх Потому что виолончель очень удобный инструмент, чтобы играть в том числе наверху И от ля малой мы абсолютно спокойно дойдем до ноты ми второй вообще без проблем Многие из вас зададутся вопросом «Дим, при чем тут джаз вообще? Какой струнный квартет? О чем ты говоришь?» Я очень просто отвечу на ваш вопрос У нас был выпуск, который касался нотации ритм-секции Но согласитесь, эстрадный оркестр появился только в 20 веке И задайте себе вопрос, кто мог выполнять роль ритм-секции Во времена Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского и других Конечно же, эту роль выполняла струнная группа Почему? Потому что в отличие от духовых инструментов Струнники могут играть без прерыва, сколько угодно В эту группу входят виолончели, которые могут выполнять как басовую функцию Так и брать на себя любые сольные партии И есть альты, вторые скрипки и первые скрипки Которые могут выполнять как роль гармоническо-ритмическую Так и мелодическую роль То есть мы имеем группу, которая может полностью содержать в себе Весь музыкальный материал произведения Точно так же, как ритм-секция в эстрадном оркестре Сейчас будет, возможно, сложная и не очень понятная для кого-то информация Но, поверьте мне, ее важность недооценима Что вы знаете о таком понятии, как натуральный звуковят? Когда мы извлекаем любую ноту на инструменте Мы слышим основной ее тон И, возможно, мы слышим какие-то обертона Один, максимум два, не больше А на самом деле этих обертонов 15 Когда мы извлекаем ноту, например, на виолончели Мы берем нижнюю ноту до большой октавы И мы слышим, как вибрирует вся струна, струна до Помимо целой струны, вибрирует ее половина Ее треть, ее четверть, одна пятая и так далее И так 15 раз Если мы соберем все обертона вместе То мы получим такую посредственность До большой Это будет основной тон До малой Первый обертон Соль малой До первой Ми первой Соль первой Си бемоль первой До второй Ре второй Ми второй Фа диез второй Соль второй Ля бемоль второй си бемоль второй, си бекар и до третий. На самом деле запомнить натуральный звукоряд не так-то и сложно. Изначально это мажорное трезвучие, потом оно становится доминант септаккордом, а потом, если мы соберем практически все ноты этого лада вместе, мы получим лидийский микс лидийский лад. Для чего нам безумно важна эта информация, мы узнаем чуть позже. Я нахожусь на площади искусств, позади меня филармония имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Я хочу поговорить сейчас о нем. Для многих Шостакович в первую очередь симфонист, но для меня это человек, который продвинул жанр струнного квартета. Шостакович творил уже в 20 веке, и я хочу поговорить о его квартете номер 8, который посвящен памяти жертвам фашизма. Конечно же новое время повлияло на звучание и на поиск новых красок, и здесь единственной новой краской, которую можно доставать из струнного квартета, оказалась функция альта. Если мы говорим о Бородине как о человека, который отдавал преимущество первой скрипке и виолончели, то Шостакович повернул это в сторону первой скрипки и альта. Для него альт стал чисто единственным аккомпанирующим инструментом, который играл и бас, и гармонию. Второй альт, безусловно, стал инструментом, которому отдавалось огромное количество партий. И в этом плане Шостакович, конечно же, передает эту эстафетную палочку от виолончели к альту. Что еще придумал Шостакович? Он чаще квартет делится в каких-то тутийных местах на две скрипки, которые играют либо в октаву, либо в интервал, и на виолончели и альт, которые играют в функцию басовую и ритмическую. Шостакович очень часто использовал такую опцию, как октавный унисон. Невероятное количество октавных унисонов у виолончели с альтом и также у первой и второй скрипки. И апогеем становится финальная часть восьмого квартета, когда в унисон практически всегда играют вторая скрипка альту и верончели. И это звучит, конечно, максимально трагично. Первое. Это расположение аккордов. Всех в первую очередь интересует, как я могу написать на струнный квартет какой-то аккорд. Как я могу его разложить. На самом деле струнная группа для этого самый простой пример. Чаще всего просто сверху вниз верхний голос первой скрипки, второй голос второй скрипки, третий голос альту, нижний голос виолончели. Вроде бы ничего сложного. Но давайте разберем, каким образом аккорд будет звучать максимально ровно. Предположим, мне нужно написать аккорд до мейдж в расположении квинта. В данном случае в верончели я дам ноту до малой октавы, альту ноту си малой октавы, что является септимой, второй скрипке ноту ми первой октавы, первой скрипке ноту соль, первой октавы. Данный принцип расположения аккорда зачастую называют принципом натурального звукоряда. Если вы взглянете на натуральный звукоряд, вы увидите, что первый шаг октавный, второй квинтовый, третий квартовый, дальше торцовый, и он сужается кверху. Тот же самый принцип работает и с расположением в струнном квартете. Между виолончелию и альтом, в данном случае расстояние большая септима, следующее расстояние между альтом и второй скрипкой, чистая кварта, и между двумя скрипками, малая терция. Взгляните на написание нот в ключах данных инструментов, и вы увидите, что каждый инструмент играет ноту примерно в нижней середине своего диапазона. То есть, каждый из инструментов будет извлекать ноту с одинаковой интенсивностью. Очень важная вещь, касающаяся штрихообразования. В нотах струнных инструментов вы можете встретить такие виды артикуляции. Что это значит? Первый обозначает вниз смычком, второй обозначает вверх смычком. Представьте, что вы играете на скрипке. Вы взяли скрипку, и если вы видите знак вниз смычком, вы будете распрямлять руку. В таком положении очень удобно играть громко, играть форте, играть акценты, играть отрывистые штрихи. Это удобно в таком расположении. И это очень неудобно играть вверх смычком, когда вы проводите по струне, сгибая руку. В данном случае у вас центр тяжести далеко. Всегда, когда создаете аранжировку для струнных инструментов, представляете физически, как будет струнник менять. направление смычка. Если вам нужно в какой-то момент прийти в форте, в акцент, или привести куда-то важную фразу, вы должны выстроить ее так, что скрипач придет вниз смычком обязательно. То же самое, если у вас мелодия начинается из-за такта, то вам имеет смысл начать вверх смычком. Это довольно-таки логично. Если говорить про штрихи, струнные инструменты могут играть абсолютно любые штрихи. Стокката, марката, акценты, тремоло, вообще все что угодно, здесь никаких ограничений нет. И также существует такой штрих, как игра пицциката, то есть игра с щипком, а не смычком. Соответственно, игра смычком после игры пицциката будет обозначаться как арко. Всем спасибо. Если вам понравился формат этого выпуска, обязательно напишите об этом в комментариях. У меня созрело предложение, так как меня часто спрашивают о том, как я работаю в нотном редакторе в финале. Я подумал, а давайте-ка мы сделаем стрим, на котором я постараюсь максимально подробно все рассказать. И это будет 29 июня. Мы не будем себя ограничивать во времени. Начнем в 8 часов вечера. Присоединяйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова